Это настоящее произведение искусства. Сделать подобное по силам не каждому здоровому человеку. А тут люди с ограниченными возможностями здоровья. Участники организации инвалидов Самары привезли свои работы, которые доказывают, что творчеству инвалидность не помеха. Творчество, ну какая-то реализация, реализация своих идей, каких-то мыслей. Творчество инвалидов высоко оценил глава города. Олег Фурсов осмотрел работы. По его мнению, они заслуживают большего внимания. Тем более, что показывают, что возможности этих людей, вопреки сложившемуся мнению, на самом деле не ограничены. Ансамбль жестовой песни открывает большой праздничный концерт. Сегодня на этой сцене есть место для тех, кто, несмотря на инвалидность, смог добиться успеха в разных видах творчества. Открывает торжество Олег Фурсов. Сегодня в Самаре реализуется целый комплекс мер социальной поддержки. Проводятся спортивные и творческие мероприятия. И самое главное, для них создается безбарьерная среда, чтобы каждому дать возможности наравне со здоровыми жителями города. Из года в год создаются большие условия для того, чтобы возникла безбарьерная среда. Конечно, предстоит сделать еще очень и очень много для того, чтобы все вы чувствовали себя полноценными и полноправными гражданами нашего замечательного города. И власть в этом направлении очень внимательно, настойчиво работает. Глава города вручил дипломы и премии конкурса «Мир равных возможностей». По традиции они присуждаются за достижения в области образования и науки, технического и народного творчества, производственной и общественной деятельности. Борис Клименко получил награду в номинации «Литература и искусство». И вот кульминация концерта поет Диана Гурцкая. Незрячая от рождения, она смогла добиться многого. Заслуженная артистка России и общественный деятель, ее пример вдохновляет не только инвалидов. Она организатор международного благотворительного фестиваля «Белая трость» в помощь незрячим и слабовидящим детям. Участников проекта, наиболее талантливых юных музыкантов, она отбирает в разных странах. Обычно от каждого города выступает один участник. «Самара» – тот редкий случай, когда для конкурса отобраны двое. Ансамбль «Смайлики» и Данил Хачатуров. В «Самару» Диана приехала по приглашению главы города. На концерте Олег Фурсов преподнес букет цветов. Олег Борисович, вы знаете, вы тот человек, вот вы здесь отдаете душу, сердце. И хочу сказать, что, дорогие мои, каждая ваша боль, каждое ваше переживание, ваша радость чувствует этот человек. Огромная вам благодарность за то, что вы делаете для этих замечательных людей. Этот праздник, этот день, эту улыбку детей. Нынешнее торжество стало самым масштабным праздником, посвященным инвалидам. Благодарственные письма вручила также председатель городской думы Галина Андреянова. Одно из них получил семейный ансамбль жестовой песни, тот самый, который открывал концерт. Мы должны по-другому посмотреть на город. Мы должны уделить внимание своему подъезду, своему дому, своим родным и близким, своим соседям. Поэтому давайте возьмем пример с тех, кто сегодня участвует в этом мероприятии. И особенно важно, что инвалиды в Самаре не оставлены один на один со своими проблемами. О поддержке людей с ограниченными возможностями Диана Гурцкая говорила на пресс-конференции. Я сегодня увидела людей, в которых я увидела надежду, почувствовала надежду, веру в себе. Существует программа «Доступная среда». Мы говорим об интеграции, об инклюзии. Понимаете? И это уже о многом говорит. И я считаю, что мы очень такими верными и уверенными шагами идем вперед. И по мнению певицы и общественного деятеля Дианы Гурцкой, особенно важно, что доброе отношение и внимание со стороны города к тем, кто слабее, дает им возможность быть такими, как все, а значит быть способными на большие успехи. Олег Зверев, Марина Кравцова, Максим Гусев. События.